Всем огромнейший привет! Мы в Якутии, на севере России. В этой серии начинается наше новое приключение. Прилетели мы сюда, чтобы выбрать и купить машину, на которой отправимся потом в Москву. А это 8500 километров пути ждет нам, который мы должны будем преодолеть через ледовую переправу, замерзшую реку своим ходом будем проходить через опасную тайгу, в которой питают дикие звери, через бездорожье и ледяной Байкал. Нам рассказывали, что здесь можно выгодно купить американские внедорожники, так как они здесь не ценятся, все ездят на японцами. При этом они будут не ржавые, так как тут сухой климат и дороги не сыпят приагентами. Поэтому в этом выпуске мы ищем и покупаем тачку. А в следующих сериях вас ожидает авторынок местных народов и наш отважный перегон. Надеюсь, у нас все получится. У нас должно все получиться. Погнали! А приехали мы сюда для того, чтобы купить здесь американца. Нам насоветовали такой интересный бизнес-план. В Москве. Да, что якобы здесь они копейки стоят. И машины из Якутии приехали, никогда не видели химреагентов. Ты поднимаешь у нее девственное состояние рамы, состояние кузова. Как хорошая гель. Да, и отсюда я его погоню в Москву. И как и в случае с геликом, у нас есть прекрасный автоподбор туман в лице Насти и нашего оператора. Объявление я тебе уже скинул. Я вручаю тебе в этот раз поменьше сумм, потому что они здесь очень дешевые. Это сколько, интересно? Это тебе хватит на покупку американцев. Ну ладно, еще карточки снимешь. Плюс еще у меня для вас есть секретик. Я вам нашел местную девчонку перекупа еще и с тачкой. Пойдемте. У нее стекло двойное. Смотри, как двойное стекло. Это местная девчонка перекуп. Правильно? Перекуп можно говорить? Перекуп не знаю. Ты подборщик. Ну ты перепродаешь машину? Ну все, значит, ты подборщик. Выписано. Для вас всех текст. Вы отправляетесь вместе с ней и ты ему поможешь купить классный вариант. Да. Ну, команда неплохая собралась. Денег, правда, маловато. Но, надеюсь, сейчас вырвем куш. Тебе надо купить же тут дешевую машину, а не просто вложить здесь и потратить все деньги. Купить дешевую машину и здесь ее оставить, да? Или умереть где-нибудь в тайге, нахрен, на такую дешевую машину. Ладно. Меньше слов, больше делаю. Благодарю. Здравствуйте. А Доджерам продаете? Да, продаю. А где можно посмотреть его? На Покровском тракте. Там стоит или вы покажете? Ну, в гараже стоит. Я покажу, да. А, ну, да просто моя жена приедет с подружкой, они в машинах разбираются, посмотрят. Можно, да, будет сегодня? Ну, да, да. Как вообще состояние у машины? Ну, нормально. Просто вот мы хотим его купить и в Москву на него поехать. Ну, как оно, доедет? Конечно, доедет. Ну, супер. Ну, есину только надо шипованную поставить и все, пожалуйста, зимой. Очень убедительно. Сегодня туда приедем, посмотрим. По документам тоже все, да? Да, все ровно. Он у меня в холодном гараже стоит. Если захотите, там, можно договориться, я отогрею, то заведу газ в кучу. Ну, сейчас девчонки приедут, они в машине лучше меня разбираются. Я в тачках не очень. Девчонки лучше разбираются? Да, да, они прям по машинам спицы. Ну, пускай звонят, а я жду. Да. Все, понял, спасибо. Хорошо, все, да. Хорошо. Видишь, здесь одни праворукие машины? И прям редкость, когда вот левую рулю видишь. Да, ну, по идее, если левого руля мало, то все логично с этими американцами, правильно? Значит, они здесь должны дешево стоить, потому что они здесь нахрен никому не упали. Логично? Да. Ну, а по состоянию? И реально найти живого какого-то американца? Ну, не знаю насчет этого, я с американцами особо не сталкивалась. В основном сюда привозят машины американские с Новосибирска? С Новосибирска, с Москвы, с Питера. Много откуда привозят, но там, смотря, если вот, допустим, в Москве, да, солью посыпают, реагенты вот эти, если они моют днище спокойно, ну, вот прям хорошо промывают, то тогда они не особо ржавые. Ну, надо смотреть машину, понимать. Ну, и логика, конечно. Кто-то купил машину в Москве, привез в Якутск, и мы такие приехали и покупаем ее в Москву. Да, да, да. Где логика? Должна быть же девственная вообще у нее днище. Много кто заказывает. В следующем ролике вы увидите уже у нас авторынок, и какие машины здесь преимущественно продают. Так, мы, по ходу, приехали. Да, он, конечно, встал, так, этот. Все, прячьте камеры, сон. Здравствуйте. Звонил там мужчина от вас, да, ты же звонишь? Ага. А ты машину не будешь глушить? Нет, холодно. Мы потом не заведем ее. Тут жара. А как вы поедете, он же на грязевое резине. Она варилась, да, походу, или что? Или это что-то герметик такой? Да хрен знает, похоже на сварку. Сварка замазанная герметикой. Ну да, вот это бандурина нахрен. Смотри, смотри, это ухо сейчас. Ага. Поэтому у меня вопрос, это может на учет не встать. И резина такая как бы. Тут все такое под вопросом. Может, это все в ПТС записано? Явно нет. У вас получается рам 2007 года? Да. 5,7. А ДТП какие были у нее? ДТП вот в эту сторону, удар был. Вот сюда? Да, ну давно. Стойка уходила? Нет. Только крыло? Крыло чуть-чуть подмято было, дверь вот здесь. А, тут шпатли подналожили чуть-чуть, да? Ну, это китайцы делали. А это, получается, бампер этот внесен в ПТС? Машина на учете здесь пока стоит. Сейчас ее снимаем. Это ж тюнин какая была. Получается. Ну, он так и был. А вы давно покупали? Ну, года четыре уже, наверное. А сюда могу залезть, да? Да, да, давай. Как обслуживаете ее здесь? Запчастями сложно, да? Я вот смотрю, а трубки, по-моему, не родные, да, у вас здесь стоят? Вот эти вот. Это газовое оборудование, это не родные же шланги. А вот на которой идет на автомат, вот здесь вот трубка, тоже какая-то заколхоженная, по-моему. Где? Вот, вот эта вот трубка, вот. Я не знаю, мы там ничего не делали. Но она не родная, на автомат уходит, получается. Ага, я поняла. А как запускается вообще? Ну, хотите, я могу завтра отогреть. Заводится он там, что выглядит. А, сейчас не получится заведеть? Нет, конечно, это мороз на улице. А как вы ее будете отогревать? Газку еще у меня. А, опа, залепухи тут такие. А это ваша самоделка, да, уже такая? Это соседка от маскитов, да, это специально делается. А как температуру держит вообще? Ара, вообще дышать. Ташкент, да? Ну, а как вы хотите 5,7 двигателя, 350? Ух ты, 2045, вот это тут кузова живые. Чуть-чуть падли поналожили. Ну, спасибо на том, что бьется. Так, а здесь уже 822. 800 еще не так плохо выглядит. Ну да, 1700. Вот столько, наверное, должно быть. 264, 267. Арки хрен проверишь, тут локеры какие-то стоят у него. Ну, тут, да, как-то еще живенько. Хотя вот тут 420. Местами она со шпатлевочками где-то побольше. Где-то родное. О, вот тут тоже делалось. Тут тоже шпатля на этом крыле. Вон, смотрите, видите? Ну, я ее не делал. Не знали, да, что здесь шпатля? По документам пробивал, тоже не было там. А, ну, тут видно, вот, здесь наверху 284. А тут 1200, 1600, 997. Ржавчинка тут имеется. А откуда она привезена? Я здесь брал. Здесь в Якутске. А он откуда привез? Откуда, с Москвы, по-моему. А, ну, поэтому ржавчина как бы уже есть на раме, понятно. Просто говорят, в Якутске машина не гниет. А, не, на рессорах там не смотрите. На рессорах, вот, на раме здесь. То есть, получается, вы ее на учет ставили как-то по блату, да? Ну, просто у нее такая резина, бампер тюненный. Ну, она стояла на учете, я взял у человека. А, то есть, она на нем стоит. А, тут снимается. Она у вас стоит, цена? Миллион восемьсот. Сколько торгуемся? Миллион шестьсот пятьдесят. Что сказать, я думала, получше состояние у нее будет. Вот так вот должно быть здесь. Стосемнадцать, сто шестнадцать. Солнечко. Такое себе. Не тепло совсем, конечно. Вот, получается. Глушечки. Ну, а вот тут нормальное железо. Тут нету шпатли. Колеса спущенные прям в круг. О, и тут шпатля. Тысяча триста шестьдесят пять микрон. Она, короче, в круг наполучала у вас, получается. Я не знаю, я не сделаю. Да. В целом рама такая, конечно. Ну, нормальная, но коррозия уже имеется. А, пружины точно вот эти неродные. Так. О, да тут прям девственным и не пахнет. Он все в ржавчине. Привет, якутские американцы. А это вы сами тюнинг делали такой, да? Да, для того. Это получается такой. Ну, решетка есть родная. Крышка этого есть еще. Чего? Пластиковая. Эти есть, колодки новые. Ну, здесь колодки новые стоят. Не, если бы кузов был действительно так, как вот вы писали в объявлении, что целая машина. Как она целая? Да где она вся по кругу потыканная? У нее здесь шпатля, там шпатля. Ну, ее же и здесь брали. Наверное, где-то вот реально. Ну, мне кажется, и красная цена, конечно, миллион максимум. А, ну, это ваша длина. Ладно. Это плохая машина. Ну, я считаю, вообще, ну, подстой. Тем более, ехать путешественной... Ой, чуть не отвалилась ручка. Чего, валим отсюда? Ладно, спасибо, что показали. Чего скажешь? Нет, печальный вариант. Вообще, очень печальный. Просто сразу на первой же машине все мои фантазии, мысли, наговоренные людьми, там, истории про американцев и пути, что они целые, единственные, просто без шпатли, без гнили, без жавчин. Просто в одночасье перечеркнули. Ну, это один вариант мы посмотрели, надо еще посмотреть. Ладно, садимся, очень холодно. Хоть и говорят, что здесь тепло, но нет, тепла вообще что-то не ощущаю. Смотри, капец, ты красная лица. Жесть, нахрен. Ну, надеюсь, это просто первый блин комом, да? Да, да. А дальше должно быть хорошо. Короче, машина 2007 года, там, наверное, 10-го года, смысл даже не... Ты замерзла? У тебя губы трусатся? Да, чуть-чуть. Надеюсь, это просто, ну, заранее нам-то, как бы, свыше дали понять, что, как бы, не все так радужно, просто. Но, раз мы эту заварушку устроили, якутскую, значит, все-таки мы должны к чему-то прийти. Я думаю, сейчас мы поедем смотреть либо Тахо, либо Эскалейд. Еще очень сильно меня смущает цена. Вообще, цены здесь. Потому что, в целом, они, по-моему, даже выше, чем там в Москве и Питере. Но, вот, как говорит наш кексик, что можно хорошо торговаться. Новый человек, допустим, с миллион восемьсот уступил всего пятьдесят тысяч. Мне кажется, еще можно было поторговаться с ним. Если бы деньги наличные были. И мы такие ему показываем, он такой, ага, хорошо. Можно было. Ну, миллион точно бы он мне отдал, но полтора отдал бы, мне кажется. Но там, наверное, не стоит полтора. Не стоит. Я, вот, мне кажется, точно миллион, блин, нахрен. Вот этот вот рам, ехать на нем, это просто едем умирать. Он не подготовил, не погрел. Как люди и так машину продают свою? Мы не ноем, едем дальше. Как время правильно говорить? Кискиляна. Кискиляна. Ты сама не можешь сказать. Нет, кискиляна. 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 Лучше так, да, кискиляна. Кискиляна. Где у вас здесь в основном по объявлениям покупает машина или на рынок все-таки едут? По дрому. А, все-таки по дрому. Да, по дрому. Просто я сделала на дроме как раз-таки подборку. Здесь у меня и таха, и рамы. Рамы есть даже за 5 миллионов на цену. Круто, что это. Дром, он, получается, спасает от, грубо говоря, неликвидного хлама. То есть можно пробить ее отчет, посмотреть его. Допустим, вот эта вот тачка, что мы сейчас смотрели. Сразу видно, обнаружено одно ДТП, обнаружен один расчет ремонта. И тут, короче, вот у вас, я смотрю, очень много, знаешь, 9 лет в одних руках там и так далее. А в итоге мы приезжаем, он говорит, я у друга купил, а друг у друга купил, а друг там у друга купила. Вот это как работает вообще здесь? Ну реально есть такие объявления, да, есть такие владельцы, которые машина в семье там 5 лет, 9 лет, 10 лет. У меня вот знакомый 10 лет у него крал. Ну то есть как бы реально есть, то что вот у меня здесь есть таха от собственника, хорошая цена. То есть он как бы подтвердил, а вот этот вот доль шрам, он не подтвердил, что он собственник и без оценки. Хотя у него по отчету вот написано 9 лет, 9 месяцев в одних руках. Ну вот что-то обманывать человеку, вот что-то есть. Ладно, все якуты идут на дром, покупают машину, и мы продолжаем тоже искать на дроме. Ну и вы идите на дром. Никуда подальше, а на дром. Если вам нужна хорошая тачка, а что-то вам помогут избавиться от всякого неликвида. А, если что, там ссылка есть в описании, привет. Здесь в основном машины, вот, например, вон там спереди у нас Прадо 150, да? Джипы. Здесь джипы и седаны, там, допустим, Алион, премия, преимущество, Камри и так далее. 3,5? 3,5 здесь, кстати, не особо любят, но я бы взяла бы 3,5, например. В основном 2,4, да, короче? Вихайсы, которые с Владивостока запчасти возят. Ага. Вот их много. Ребята, которые запчастями здесь занимаются. Запчастями в основном и на японцев занимаются, да? Да. На американцев тяжело здесь запчастями? Заказывать, заказывать. У вас тут все время такой туман? Ну, ты прилетела, туман. Нет, реально, да. Все время вот с утра до вечера туман, до ночи, и ночью туман. Если минус 40, ничего не видно. Ты вот едешь, там какой-нибудь мудак без габаритов едет, можно в него спокойно въехать. Сегодня солнечно. Сегодня погода прям распогодилась. Минус 31 за бортом. Теплота, да? Теплота, в общем. Весна почти. Когда живешь, бывает минус 60, а вот часто бывает минус 60? Но при мне минус 60 не было. Вот это там рассказывают в роликах блогеры минус 71, минус 60. В Микклоне есть, вот там, там минус 60, там и так далее, там холодно прям. Следующая машина, которую мы пойдем смотреть, это Chevrolet Tahoe. Как вот нам сказали ребята из Chevy Plus, что это самое вот то, что продается хорошо. И поэтому мы поедем смотреть. Но цена самого дешевого, отличная цена написана, да, на дроме. Миллион семьсот тысяч рублей. Смотрим просто в других городах. В Подольске полтора миллиона. Миллион шестьсот, тот же год, восьмой. Вот, пожалуйста. Миллион семьсот восемьдесят уже есть цена. Но, тем не менее, это Санкт-Петербург, соответственно. Цена как, ну, чисто логически, да, выгодна. Вот то, что люди покупают, перегоняют их. Еще на этом зарабатывают. Должна быть максимум полтора миллиона, чтобы на ней заработать. Плюс, соответственно, ее же нужно еще подделать. Ну, если она прям девственная плева такая, вот как все говорят, да, идеальная по кузову, то я еще могу понять. Ну, короче, вот сейчас и посмотрим, так это или нет. Так, кекс-шмекс-мекс. Ты будешь мне помогать, Чешу? А он на газу. Вы здесь? Ну, это ваше? Я думаю, откуда лицо знакомое в Украине в Путске? А, вы меня угадали? А на первую зиму так стоит, нет? Два года. Два года она у вас, на учете на вас, да? Да. Так, смотрим следующий вариант. Это АТАХО 2008 год, 5,3 литра объем. Машина зимой все время стоит, не заводится. Но, как говорят, что здесь есть такие услуги по запуску машин, да, в любой момент можно ее запустить. А сколько это стоит? Вот, допустим, она сейчас нам понравится. Две с половинка. Откуда она привезена, кстати? Она в Якутии давно бегает. Вот девушка, я знаю, как я. А, да? Ага. Довно? Ты что, знаешь хозяина? Да. Подставная, оказывается, эта девушка. Давайте смотреть. Главное у нас кости понять, насколько живые. Должен быть кузов, как мне сказали целый. Обязательно нужно смотреть моточасы, потому что, допустим, пробег может быть указан 160. А по факту на двигателе накручено очень много моточасов, потому что машину все время маслают. Но вот эта машина стоит зимой, соответственно, ее не маслают, не заводят. И, скорее всего, моточасы соответствуют пробегу. Но это не точно. Потому что зимой, говорят, крутят тоже машину, потому что здесь очень жарко. Чтобы было прохладно в машине. Машину постоянно маслают. А зимой, соответственно, чтобы было тепло в машине, постоянно маслают. Но вот, как говорит владелец, она заморожена. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Это девственное называется, да? И я в ахере. Тут не то, чтобы коррозия, да? А тут прям гниль. Прям вот отр... Ну ладно, я рвать не буду. Короче, вот такие гнилушки. Это еще неизвестно, что здесь под локерами. Здесь у нас еще... То есть, получается, если ей перебивали вин, как говорит владелец... Видел, на нем во Владик и гаишники отправили. Сначала экспертизу, вот во Владик и мы набили новую. А у вас есть какое-то лис заключение, что она... Где-то тут ин, говорят. Прям официально, по экспертизе, значит, там он просто сгнил нахрен. И, получается, поэтому его перебивали. Собственно, вот здесь вот видите, локер заканчивается. А вот уже пошла гниль, коррозия. Соответственно, там, наверное, вообще беда будет. Пачки. Не, ну тут еще что-то как-то более-менее... Не, там что-то засуно. Обосвалась там раздатка. Так. Ух, еще, кстати, более-менее живо. Ну да, понятное дело, вот таких моментиков нет. Тут что у нас? Так, пружины неродные. Так. С этой стороны пружина проглядывается родная, а там неродная. О-о-о-о, ездрить-колотить. Это вообще как? Законно. Говорили мне девственная рама. Вот это девственная? Я в афере, пацаны, где тут это девствено целые не пахнет? Все нахрен. Гнилое, коррозированное. Тут, опять же, мы не проникнем сюда, но вот если приблизиться вот здесь вот, видно, что коррозия идет на арке. Соответственно, под локером там, наверное, тоже жопа Ага, вот тут тоже Так, чё тут? Ага О, слушай, неплохо так мне лежится В целом, как бы уютно, удобно Я уже расстроена сильно Здесь, получается, вин перебитый А, вот так вот, да, его перебили, получается, здесь Ну и хорошо видно, читается То есть прям есть заключение, да, у вас? Да, есть, конечно А, ну, короче, заключительная лаборатория имеется Да, там А у них ГБО тоже официально в ПТС вписано? Нет, их не вписано Плохой вариант Надо, чтобы вписали Ну, или снять её, накранять Честной надёжностью не пахнет Нам ехать 9 тысяч километров через ледовую переправу Тайву на этой машине Вот тут пошли вспучивания Такие серьёзные уже Ну, это, кстати, для американцев окей Ну, понимаешь, мне-то говорили, что здесь просто идеальное, единственное там и дно, и кузов А здесь просто дно Так, а мы сейчас как-то капотину откроем Ого! Хо-хо! Вот это нахрен... Все, мы сейчас вам её разморозим Я сейчас её так обниму И мы согреем её Лапочки Бля, а мортик держит Что мы имеем тут? Так, по потёкам Непонятно Тут всё покрыто инеем Абсолютно всё И непонятно, стойки живы или нет Просто выглядит очень красиво Знаете что, сейчас давайте я профессионалу позвоню По американцам Доброе утро, извини, пожалуйста, что я тебя разбудила, уважаемый Дмитрий Нет, я не разбудила Короче, мы приехали смотреть Тахо Вот сейчас визуально, вот я тебе показываю на видео Ты скажи, что есть здесь колхоз или нет Итак, вот, погнали Смотри, сразу стоит газ Газ увидела, да Это плохо Видишь, нету передней защиты двигателя Вот дальше моторный отсек А, внизу пусто Да, вот эта трубка, видишь, запотевание Это трубка охлаждения масла двигателя Теперь посмотри, вот там ещё нет С другой стороны трубка Да, закоксилась Значит, там было масло, которое закоксовалось У них вот это прям больная тема Очень важный момент Правые и левые выпускные коллектора прикручиваются болтами Нужно посмотреть болты Вот, видишь, термокожух чуть-чуть огнем Ага Ага, вот первый болт Дальше, вот второй Болт правее Тебе надо увидеть все шесть болтов С этой стороны самый последний Болт отсутствует Как правило? Болт на месте И с той стороны посмотри, то же самое Ни хрена не вижу За этим газом Так, смотри, стой, подожди Лицом к машине стой Вот два фланга идут Видишь, где красная щуповая труба Это ТРК, КПП масло Вот сюда Да, колхоз переделанный Там должны тройники стоять Вот где щуп Тут всё переделано Там колхозные тройники И каждый стоит 12-15 тысяч Тройник, если я не ошибаюсь Вместе с трубкой Ага Дальше, вот антифриз Вот перед тобой бачок антифризный Видишь? Ага Его надо открыть, посмотреть цвет антифриза Чтобы не было пены, эмульсии И всего остального Что-то белое есть, да Должен быть просто розовый Красный А если белое есть, что мы Подстреваем немного На капиталочку, да? А это может быть, что хочешь И прокладки, и пробитый радиатор И всё остальное Так, теперь надо тогда Покажи мне сзади с байфера Просто показать На диамортизаторы Пружина одна Неродная стоит Пружина неродная Это плохо Плохо Сейчас показываю Да смотри Вот это получается А, всё У меня телефон замёрз Я поняла тебя Что это говно собачье Всё, спасибо Короче Дмитрий из Шеви Плюс Сказал, что полная ерунда Во-первых, газ не на учёте Во-вторых, гнилая машина В-третьих, должна стоять пневма А вырезанная, получается, здесь пневмобаллоны Здесь пневма не живёт А какой торг? Стоит она у вас? Миллион семьсот? Тысяч восемьдесят Хорошо, сейчас давайте в салоне посмотрим Так, лобовое треснутое получается А лобовое, у неё тут всё, стёкла одни Да? Короче, качество салона Ну, такое себе, видите Тут какие-то прокурки Вы скажете, что я хочу от машины 2008 года Просто те ожидания, которые у меня были Исходя из рассказов Что здесь детственные машины В плане кузова Что двигатели, да, хорошо работают Проверять моточасы у этой машины не стоит Это, конечно, плюс В плане того, что она просто стоит И она не накручивает в холода Потому что здесь машины стоят с автозапусками И раз в 2-3 часа запускают эти машины Эта машина просто, как бы, да, замёрзшая Короче, дело к ночи Так это ваша или их? Нет, она просто по бумагам учительна А так это моего тренера А, вашего тренера Ну, он в курсе, да? Ну что, конечно Я съёмка, меня зачем? А это блогер А я крючков Ну, вы немножко к нам в кадр зашли Просто Вы у меня разрешение спросили При чём тут блогеры, при чём тут продажа? Я не поняла Блогеры такие же люди, как и вы, которые покупают машину Просто у меня с покупкой связана Это наша машина Вот, не отдаёшь? Это папина Ааа Машина не продаётся, походу Так она продаётся или нет? Продаётся Просто женщина не в курсе, да? Я не знаю Ага Ага Что вы там сказали? А? Что вы там сказали? Ну, он со мной разговаривает Я не понимаю, что тут происходит Трубку не берёт Настоящая вода Ага Всё, понятно Ладно, всё, спасибо Поехали пока отсюда А то какая-то непонятная движуха происходит Сначала мужчина сказал, что он наш подписчик Это его машина Потом пришла женщина, которая была возмущена тем, что мы смотрим её машину Оказается, это машина её мужа В итоге он говорит, что он на ней ездил куда-то во Владик Ездил на ней во Владик Ну, как они? Ну, типа, одолжили машину и поехали Короче, супер запутанная история И, как говорится, ну нахер это всё дело Он говорит, что по документам она моя Но он фактически собственник Как это работает? Я не могу понять Часто всякие мутки с документами могут быть, да? Слушай, сейчас ситуация, я не поняла Женщина была прям на грани скандала, по-моему Она негативных давать неслась Да Мальчика чуть плакать не стала Ого Смотрите, что за тачка Надо в краун брать 220-й стоит здесь Да, прикол, приехать в Якутску купить краун Смотри, слева ещё один, десятый Ой, десятый Всё, у меня мозг от Мерс, извините Сейчас надо немножко восстановиться Итак, после нескольких дней поиска и просмотра ещё большого количества американских автомобилей Вердикт такой Нет ни одной живой здесь машины Возможно, они здесь были, но их просто повозили Первое и самое основное Все машины, которые сейчас здесь стоят, которые мы посмотрели Они гнилые Порой даже сильно гнилые Что абсолютно не оправдало наших ожиданий и надежд Второе Цена не соответствует абсолютно, так скажем, низкой цене по России А порой даже здесь сильно дороже машины, чем там в Москве или в Питере То есть учесть то, что я планировала, что нужно будет там 200-300 тысяч потратить Для того, чтобы вложиться в ремонт и восстановить эту машину Чтобы она была в хорошем состоянии То сейчас я понимаю, что максимум там за максимальную высоту рынка Можно будет продать этот хлам, который здесь продаётся Ну и нецелесообразно это делать И третье Здесь машина наматывает огромные моточасы Слышите? Машина заведена Здесь машина стоит вот в таких вот портативных гаражах И маслают постоянно зимой, летом Я вам подробнее расскажу О этих гаражах, как их здесь используют О машинах, как вообще их размораживают Вот такие вот в следующем выпуске Там, где у нас про авторынок будет Но сейчас инвердикт такой Огромное количество моточасов накручивают здесь машины И в 3-4 раза превышает тот пробег, который указан на одометре И, соответственно, вообще абсолютно нелогично Покупает здесь американцев Но всё-таки, чтобы наше приключение состоялось И мы поехали на машине Я нашла вариант В любом регионе можно найти выгодный и хороший вариант тачки Да, придётся помучиться поискать Это маленькая доля вероятности, что получится Но кто ищет, тот всегда найдёт И так как здесь большое количество именно японского автопрома Больше 95% Я решила, что нам нужно брать японца Надёжную какую-нибудь Тойоту Садиться и ехать с радостью И да, здесь можно найти машину, которая стоит в тёплых гаражах И не накручивает вот это вот огромное количество моточасов И я нашла такой вариант Ты свою не продаёшь, сейчас я не продаю? Я её на дроне видела Это машина Кесадильи Той самой девочки, которую Саша нам вот так вот привёл И дал вначале, чтобы она нас сопровождала, помогала Потому что она занимается здесь, в Якутии, машинами Представляете? Я всё это время ездила на этой машине И даже мысли не было такой, что я куплю её Ну и вот, собственно, как проходил осмотр и торг Всё чего такое вот в Оксе И привезена она в мае 23-го года Хотя тачка 11-го года Сейчас уже такие машины в целом не привезёшь В любом случае, сейчас мне нужно её пробить полностью Аукционник у нас имеется 4 балла получается аукционная оценка Но кузов меня больше всего волнует И состояние, конечно же, техническое Но это так, более визуальный осмотр То есть машина была привезена, получается, до повышенного утильсбора И вроде как она должна быть вся в родной краске Без гнили, без ржавчины Опа, так, чё тут? А я-то просто не так довоткнула, наверное Всё нормально, а то я увидела сразу перепады 250 Запаска вот тут находится, посередине Машине получается сколько? 13 лет, а состояние кузова просто как будто оно только вышло с конвейера Пороги идеальные Даже они здесь обработаны ещё какой-то защитным гравием, антигравием Тут прям всё хорошо А здесь, получается, электродвери Вот, сейчас доводчик сработает Такой здесь, посмотрим Ой, ну ты вообще какая девчонка целостная А это что тут, нахрен? За поролон какой-то Насунули сюда поролона, нахрена? Неужели это японцы засунули сюда? Как усиление, что ли, какое-то Ну, хорошо, что не пена Не жарко что-то совсем тут лежать, если честно Масло поменяло недавно? Да, поменяло масло Какое налила здесь по рязкости? 0,20 по мануалу Блин, тут у вас, по идее, если машины маслают так много Значит, и менять надо масло, наверное, раз там не в 10 тысяч, а раз в 3 тысячи, да? Ну, скорее всего, 5 тысяч, думаю, хватит Ну, и хорошее масло там надо, да? Сменять не стоит? Нет Давай, капот сейчас откроем О, прикольно Остатьяло, да Это ты сама уже купила, да? Да-да-да Можем его, да? Конечно А, то есть без него будет как бы... Холодно ему будет Вот просто посмотрите, под капотом, это что вообще? Японцы просто делают вещи Крутое качество, да? Я просто удивляюсь, в который раз JDM forever JDM one love Двухлитровый здесь мотор Получается обычный, не гибридный Одно дело, когда мы берем гибридную машину, которая там 3 года И состояние батареи там указывается нормальное А другое, что, как говорят люди из Дальнего Востока Что на 250-300 тысяч точно попадешь Если автомобиль уже больше 100 тысяч пробега Самый страшный момент Батарея, где-то ты тысяч на 150, на 200 попадешь Все, здесь я вижу все хорошо Смотри, здесь закрыто все Ну, типа, утепление То есть это ты уже делала здесь утепление, да? Да Это как, что это? Ну, типа того Аккумулятор не меняли? Это еще японский стоит, да? Нет, японский стоит Интересно, он, ну, нормальный еще? Или лучше его поменять? Не, он нормальный Антифриз заменен в нем Когда меняли? В декабре Это точно? Или ты сейчас как-то перекуп граешь? Не, не, точно Ты где-то видела у нее вмятины? Какие-то тычки, заломы, ржавчину Нет, она же полирнутая уже Вот то, что вот на аукционике есть там А1 и так далее Все уже полирнутое И его не видно Так, то есть машина получается у нас уже растаможенная Имеет электронный ПТС Оплаченный утильсбор То есть вот она получается в мае 23-го года На аукционе была Это вот родной аукционный лист Отметки у нас А2, А1 Ну, то есть это как бы царапинки Какие-то потертости Я сейчас их не обнаружила Потому что вот все отполировано уже Ну и в целом по салону написано Что это я уже попросила Ребят с Дальнего Востока Большой привет владелеру, что помогли мне Пробили машину и сказали Ну, я хрен не знаю, что там с ней было Но вроде как хороший аукционник Нареканий нет По базам бьется, что вроде как все хорошо Настя, привет Ну, 30-го мая на аукционе она была куплена Что на ней якуты делали, неизвестно Вот ее аукционник Единственное, вот у нас здесь окна не открываются Потому что некорректно приклеена здесь Тут вот пэт-пленка Кстати, я вам о ней расскажу уже в следующем ролике В авторынке Почему здесь клеят вот такие вот двойные стекла Зачем это нужно Полноценный такой мини-вэн На тряпочном салоне 7 мест здесь у него Достаточно как бы простая комплектация Но какой-то экранчик даже имеется А как закрыть? Руками Так закрываешь А, руками? Это, кстати, это не простая комплектация Это керамики 2 Ну, типа в боксе Это очень хорошая комплектация Ну, обогревов нет Я сразу такая О-о-о, давай, пока Что тут у нас? Да, лаплипучка Лучше шипы, наверное, какие-то Ну, не знаю, если хочешь, наверное Но на трассе, наверное, что думаешь? Шипы? Да вообще по снегу надо шипы Странно, почему вы тут липучку вообще вешали Не, у меня на основной машине шипы А это на перепродажу А это подешевле, да? Нет, она так приехала Тест-драйв Тормозить нормально Перди тут эта резина липучая много, конечно Но вроде едем По подвеске нарекания какие-то были, а? Нет Нормально все, да? Ты что нахрен, блин, не пристегнулся, Иван? Нет Быстро! Ну, что за маленькие лежачие полицейские? Это дракон вылазит оттуда? Нет, это он там лежит, это чешуя его Вроде достаточно мягко идем Учесть то, что сейчас на улице минус 30 получается, да? Ну, подвеска вроде ничего справляется Ну, на самом деле, вот, хер его знает В каком состоянии мы доедем Мы проверим обязательно потом машину перед дорогой Обслужим ее Если ее сейчас решим брать А, гля-гля-гля-гля-гля-гля А скользит как, да? Подскальзывается чуть-чуть А тебя не заносило на ней? Все-таки она у вас здесь так скользкая Носит, но, как бы, этот, полюбкаешь как-то Управляем мы занос, все-таки, да? Не, ну, вроде как бы на рынке не нет Руль прямо Короче, получается, у этой машины еще Ни одного собственника нету ПТС-ты По факту мы будем, как бы, первые, да? Ну, отлично Тут нормальная практика, да? Привезти машину и не ставить ее на учет Да А зачем? Вот это за все там платить, да? Понятно Туман, конечно, тут у вас бесконечный Я сейчас не про себя, а про погодное явление Вот едешь, казалось бы, солнце слепит, туман еще Но это, говорят, еще нормально здесь Как, кстати, фары справляются? Сема хорошо Ну, в целом, у меня только есть сомнения, конечно, по вариатору Но у меня никогда не было японской машины на вариаторе Поэтому проверим Ну, в целом, машина хорошо себя ведет Ну, а то мы ехали по прямым дорогам Тормозит хорошо Занос удерживает в целом на 50 км в час хорошо Ну, даже не 50 Ну, короче, что я хочу? Хочу и забираю Получается, короче, цена у меня на дроме стояла миллион восемьсот сорок Мы с тобой по телефону, ты мне сказала, миллион семьсот пятьдесят даю, да? Крайняя цена какая? Ну, сколько ты хочешь? Ну, смотри, рынок у них получается То есть у тебя не прям, чтобы самый низ Но и машина хорошая, я понимаю Грубить не хочу, но полтора миллиона предложу Нет, полтора миллиона нет Полтора миллиона, меня даже дома выгонят Тут ты сама говорила, тут хорошо торгуются Не, ну те, которые вот машины свои продают Давай, блин, другого ты надо Смотри, резину нам поменять надо Сигналку установить надо Наташу купить надо Если мы этого не сделаем Мы где-нибудь умрем там в тайге А ты потом будешь всю жизнь винить себе Думать, говорить Лучше бы я скинула ей И вот смотри Сколько? Миллион семьсот двадцать? Ну вот ты, если за миллион шестьдесят мне сейчас Ее отдашь, сколько заработаешь? Вот его я миллион семьсот брала А, и тебе нужно подзаработать? Ну прям по-честному, да? Вот честно, миллион семьсот Вот прям клянешь? Ну, клянусь, миллион семьсот я ее забрала Вот прям поклянись прям Клянусь, что вот миллион семьсот я ее забрала Все, ладно, тогда вопросов нет Да Надо же как бы подзаработать Тебя говорит, что бывший ее посадил на наши видосы Бывший, привет, смотри, куда твоя Малышка поднялась Короче, тачку забираю за миллион семьсот двадцать, давай заключать договор, точнее, сначала поедем деньги, снимем, будем забирать машину, единственное, я не понимаю, где мы ее пока что будем хранить, потому что на улице, нахрен, минус сорок, машина без сигнализации, без Наташи, разберемся, как говорится. Николай, машину хотят купить, Настя говорит семьсот двадцать, нет, сколько ты хочешь? Пятьдесят, ну ладно, давай, я не поняла, ты главная или он? Ну как бы мы вместе, типа семья. Типа? Типа. Не, семья, и надо подумать, за сколько продать. Вы же уже руки пожали, ты что, возишь, блин? Ну все, давай семьсот двадцать. Ты потом сама порешаешь свои проблемы, да? Ну по-женски там все сделаешь. Так, посмотрим, сколько у вас есть. Мне нужно миллион семьсот пятьдесят. Максимум один миллион, смотри, дается. Ну, блин. Ну давай. Один миллион. С такими котлетами, конечно, это всегда опасно ходить, мне кажется, раз котлета, два котлета. Короче, я сняла миллион семьсот пятьдесят. Мы договорились с ней на миллион семьсот двадцать. Ее муж категорически против. Они вложили в машину, как они говорят, миллион семьсот, но еще подземный паркинг, вот этот вот теплый гараж, там полировка, замена масла. Они машину типа в ноли продают. Я вот думаю, стоит ли как бы с барского плеча пойти вот так вот. Она же нам помогала, возила нас. Я поддал. Ну я просто тоже склоняюсь к тому, что отдать. Поэтому я и стала миллион семьсот пятьдесят. Ну чтобы как бы, ну она все-таки помогала нам и возила. И раз девчонка занимается этим делом, хорошую машину нам подогнала, я считаю. Нужно все-таки не жалеть и чуть больше отдать. И они заработают, получается, тридцаточку, грубо говоря. А мы все равно заработаем. А мы все равно заработаем, да. Потому что машину мы купили в целом дешевле, чем во Владивостоке. Машины в Оксе стоят во Владивостоке по миллион девятьсот, миллион девятьсот пятьдесят, а мы за миллион семьсот пятьдесят. А почему ты решила мне дешевле отдавать? Ну, во-первых, она как бы с декабря стоит. Ага, и никто не покупает, да, почему? Ни кто не покупает, и мне проще сейчас ее проще продать, и чем, ну потом, как бы еще машину купить и еще раз продать. То есть в Оксе у вас здесь не востребовано, с декабря стоит, и не купили, получается. А тут Анастасия Ивановна приехала и готова купить. Так, здесь миллион. Хватит? Нет, не хватит. У меня из дома точно пока нет. А здесь еще семьсот пятьдесят тысяч. Семьсот пятьдесят? Да, я решила, что... Почему семьсот пятьдесят? Ну, ты все-таки, мать, все-таки старалась, нас возила. Пусть это будет как бы плюс хотя бы сорок тысяч, тридцать ты заработала на этой машине. Ну, спасибо. Так, а договор ни хрена не написали, давайте сюда. Я, конечно, все понимаю, но чтобы настолько быстро решались тут перекупские движения, я впервые встречаю. Мы буквально сейчас подъехали узнать насчет сигналки с автозапуском, чтобы периодически запускалась. И пока мы здесь стояли, наш кексик, Есадия, уважаемая, смотрит машину там и уже собирается покупать ее. Прикиньте, ну-ка, сейчас я уточню ее. Уважаемая девушка, ты что, купила уже машину? Да, я вася, я везу сколько? Миллион сто восемь? Какой год? Да. Подали дом от стужей, прячусь, дремлет северное море. А у девушки якутки, щеки алые, как зон. А ты видишь вот тут подъезды, да? Утеплены какие-то такие прям трубы. И стены такие толстые, глянь. Охренеть. Поэтому тут и не движка стоит, как конь. Ну тепло, да, чтобы держать. Ну привет, давно не видели. Вот, собственно, наша покупка, которую нам получалось купить. Это же наши девчонки машины? Да. Все правильно. И вы забрали ее машину? Отжали, так получается, что. Потому что мы пересмотрели всех американцев, которые нормальные по цене. Они все дрова, все ржавые. То есть нужно много денег вложить. Дорогие мы даже не смотрели. А так оказалось, что пока мы ездили, Кисадили говорит, я-то продаю свою тачку. Ну я подумала, что это выгодная покупка, сравнивая цены. Вот здесь, в Якутии и Владивостоке, в Владивостоке они даже дороже такие тачки стоят. Поэтому я думаю, мы сможем на ней заработать. Ну, немного, конечно. Короче, это лучший автоподбор, пожалуй, который я встречал. Они вам купят не то, что вы хотели, а то, что вам нужно. Это прям ваш новый слоган будет, да? Да. Купим не то, что вы хотите, а то, что вам действительно нужно. Не, ну Toyota Basa Rodin, конечно, лучше, чем американец в любом смысле, да? Ну, естественно. Ну, а мы на ней доедем вообще. Ну? Через замерзшую реку ехать. С Якутска не выходить, кстати. Летом через паром, а зимой по замерзшей воде надо ехать, да? Да, да, да. Тайга там расчищены, нет? Ну, выйдем, да нет? Ну, я надеюсь, что да, надо только шипованную резину, чтобы пеху поставить. Лепеха тоже не справится, лепеху вот так колбасит. Вообще, конечно, я раздроен. У меня потому что была задумка по Владивостоке прям такой выпуск снять. Ну, не сейчас, вообще, когда-нибудь снять выпуск, как мы выбираем минивэн. Ну, мне нравятся минивэн. Там просто очень много разных всяких вариантов. И Delica, и Valfire, там, да? И Honda Stepwagon. И куча классных вариантов, которые хотелось бы выбирать и что-то купить. Но первый минивэн у нас вот так получился, да? Ну, это, получается, уже второй. У нас был же кореец еще, но мы на нем толком не поездили. А этот тут прям сами погоним. Toyota все-таки, как бы, вроде надежность там. Ну, увидимся в следующих сериях. Субтитры сделал DimaTorzok